Сегодня я хочу поговорить о том, что будет в этом году. Сегодня, может быть, будет какое-то не обучающее слово, но это будет слово о целях, о планах, это очень важно. И поговорим о Слове Божьем и о том, как мы будем двигаться в свете Слова Божьего, а не наоборот, как мы будем притягивать Слово Божье к тому, что мы делаем. И в конце я хочу, чтобы мы помолились все вместе за то, что происходит в нашей церкви, за то, что будет здесь происходить еще, и помолиться за этот год, за то, чтобы у нас действительно все в этом году было по воле Божьей, но именно по воле Божьей в нашей жизни, в жизни нашей общины, потому что Бог наставляет церковь, не только создает, он наставляет ту церковь. Вы помните, что то, все, чего просил Бог от любящего его Петра, это пасти овец. Что значит пасти овец? Это стадо, которое нам доверено, это стадо, в котором мы должны вести за собой, это стадо, в котором мы должны смотреть друг за другом, и об этом мы тоже сегодня поговорим. Итак, планирование деятельности церкви от любой другой структуры, а церковь – это структура в теле Христа, я говорю про поместную церковь, да, она имеет большое значение, это неотъемлемая часть достижения любого успеха. Если мы не планируем свой успех, мы планируем свой крах. И понятно, что сегодня мы познакомимся с нашими планами на ближайшее будущее, и с задачами, которые мы ставим перед собой на этот год, я хочу с вами поделиться этими задачами, потому что было время у меня, знаете, да, почти месяц помолиться, ну, простите, мне не разрешали, а вот помолиться разрешали, не запрещали, по крайней мере. И было несколько таких моментов откровений, я очень долго, три дня писал, то, что я хочу с вами сегодня поговорить, просто скомпоновывал всяких разных откровений, которые получал. И первая главная задача, которая перед нами стоит, это увеличение количества членов нашей церкви. Я надеюсь, что с этим все согласны, да, потому что это то, о чем Иисус нас, собственно говоря, просил, и у нас должна быть создана библейская система опеки и наставничества здесь. Потому что если мы просто будем приводить людей, ну, вы знаете, это будет как прихожане в церкви, если он прихожанин, то, скорее всего, в скором времени будет ухожане. Нам не нужны прихожане и ухожане, нам нужны члены церкви, то есть те, кто будет принимать активное участие в жизни поместной церкви и тела Христа в частности, в общем. И нам следует всегда помнить, что община, это церковь и служение, в первую очередь, это люди. Это не здания, это не проекты, не шедевцы инструменты достижения, но в первую очередь это люди. Бог создал свою церковь для людей. Он умер для людей, их за людей. Он не умирал за проекты, он не умирал за мегаслужения, он умирал за человека, за конкретного человека, за каждого из нас. И это мы должны всегда помнить. И в первую очередь это люди, с которыми мы должны сблизиться, это люди, которые имеют свои чаяния, свои нужды, которые ни в чем не были отвечены. Знаете, очень многие люди сегодня уходят в наркотики, в алкоголь, кто-то там в видеоигры, кто-то в интернет, кто-то еще куда-то залепают в социальные сети. И все это очень плохо заканчивается на самом деле. Потому что человек ищет того, чего он найти там не может. Это пустота, которую заполнить собой может только Бог. И вот за эти чаяния нам как раз и нужно с вами молиться. Мы можем дать, как представителей Божьего Царства, ответ на вопрос, где эти нужды можно пополнить. И об этом мы все должны помнить. Я хочу, чтобы мы с вами, вот как раз по поводу конспектов, Галатам 6 глава, 1-2 стихи, написано так. То есть мы обращаем внимание на тех, кто находится вокруг нас. Понятно, что мы не можем человека привести насильно в Божье Царство. Так не бывает. Он должен сам захотеть. Но когда мы видим, что он находится в грехе, у греха у каждого есть причина. Почему человек уходит от греха? Человек не уходит в грех просто так. У него есть причина этого греха. Эту причину можно с человеком обсудить. И избавиться от греха невозможно. Мы можем избавиться только от причины этого греха. Если мы с вами сможем дать ответ человеку, как и где избавиться от причины греха, мы можем исполнить закон Христов. В чем? Что мы можем его исправить. Но не мы лично, а показать, где это делается. Мы всего-навсего посланники. Помним, да? Мы посланники Иисуса. Очень многие, к сожалению, христиане сегодня бросаются из крайности в крайность, например, по части изгнания бесов. Все почему-то думают, что есть только определенные люди, помазанные на изгнание бесов. Вы знаете, слышали про такое? А я у меня для вас новости. Каждый христианин имеет власть изгонять бесов. Каждый из здесь присутствующих, у любого верующего написано, каждый, кто верует, будет сопровождать его с ее знамением. И одно из них, какое? Изгонять бесов. То есть у нас у каждого есть такая власть, но почему-то мы боимся этого сделать. Почему? Потому что мы боимся, как бы мы не выглядели глупо в глазах других людей. Но если мы хотим в нашей жизни, кто хочет чудеса в жизни, чтобы у него происходили, есть такие люди? Чтобы в нашей жизни происходили чудеса, нам нужно выделиться из толпы. И не удивляться, если на нас будут показывать пальцем и кричать, что он это. Только тогда будут появляться чудеса. Обратите внимание, Иисус творил чудеса, и на него все показывали пальцем. Потому что он был из ряда вон выходящий, он не был один из толпы. Таких, как он, учителей была масса, но он был один, который не боялся. И у нас он дал нам эту всякую власть, представляете? Мы ее не пользуемся. Нам нужно начать ей пользоваться. Нам нужно идти и делать, являть людям те самые знамения, о которых Иисус нам говорил. Аминь. Итак, для достижения этой цели нам понадобится, конечно, приложить много усилий. Это не просто так сидя на диване. Есть, вы знаете, такие диванно-кресельные войска. И там есть генералы, которые знают, как нужно управлять страной, как нужно вести войну, как нужно идти на выборы. Все знают. Но только у себя на диване. На диване, ну, как бы, евангелизировать тяжело, разве что кошку. Да, или там собаку, у кого кто живет, да, у кого-то попугайчики, у кого-то рыбки. Но это не то совсем. Нам нужно вынести свой организм из дома на улицу, да, и заставить его произносить благую весть для людей. Но для того, чтобы заставить его произносить благую весть для людей, чтобы они услышали эту благую весть, нам сначала нужно с этими людьми познакомиться. И нам нужно просто исполнять великое поручение. Ведь Иисус сказал вам, идите и научите. Он не сказал, сидите и научите. Он сказал, идите и научите. И нам именно это нужно делать. Нам нужно идти и делать учеников. Учеников Иисуса Христа. Это будет выполнение великого поручения. Проповедь Евангелия – это наше основное занятие. Не проекты, не служения, и даже не песнопения здесь в псалмах, а донесения для людей благую весть. Евангелие – это наше основное занятие. И это занятие, которое будет единственное, которое будет просить плод. Понятно, что все вот эти вещи, которые мы делаем вокруг, то есть и прославление, и там служения детские, служения женские, служения мужские, служения такие-сякие – это все классно, но это инструменты. Они не приносят плод. Они помогают принести плод. Помогают принести плод кому? Благовестнику. То есть мы должны быть людьми, которые несут благую весть. Самый простой способ и проверенный временем – это выстраивание взаимоотношений с людьми. То есть, если мы хотим найти, в чем нуждается человек, в чем его, будем так говорить, больное место, что называется, которое он хочет исцелить, излечить, мы должны выстроить с ним взаимоотношения, мы должны с ним подружиться, мы должны просто начать с ним общаться. Большинство людей сразу начинают приглашать людей в церковь. Пойдем с нами в церковь, пойдем поговорим, пойдем там, у нас есть классный пастор, у нас есть классное служение. Этих вещей люди боятся. Причем боятся на самом деле не они, а бесы, которые в них живут. Они не хотят туда идти, потому что им придется покинуть это тело. Они больше не смогут им управлять. И они внушают человеку страх, сомнение, недоверие, стыд, еще что-то. Некоторым внушают, я такой грешный, я, наверное, в церковь войти-то и не могу. Ну, разные бывают случаи, но для того, чтобы человек захотел меняться, ему нужно, чтобы мы были для него каким-то, ну, не будем говорить так, не жилеткой, а как бы объектом, которому можно довериться. Вы знаете, я могу сказать, я знаю, что впоследствии этот человек будет слушать, Ваня, вы его все знаете, из Москвы, он покаялся в свое время, потому что покаялся я. И он мне сказал, что он хочет так вот, как вот я сейчас, потому что он меня знает тем, каким я был раньше. То есть, если мы выстраиваем взаимоотношения с человеком, нам не надо от него ничего скрывать, от этого человека. Он видит, как мы много согрешаем, но при этом не хотим жить такими, как прежде. Мы начинаем менять себя. И этого тоже он хочет, потому что он понимает, что у него другого выхода-то нет. Если он будет продолжать делать то же самое сегодня, завтра, его ожидает то же самое, что у него есть сегодня, если не хуже. И как раз адекватные люди, они понимают, что должен быть какой-то выход. Они уже все попробовали, но ни к чему не пришли. И вот здесь как раз наши взаимоотношения могут им помочь. И таким образом мы с этими людьми, мы не должны за них, ну то есть, конечно, если они захотят, чтобы за них помолились, можно помолиться. Но это как раз те люди, за которых мы должны молиться в тайной комнате и в церкви. Это те люди, которые должны быть записаны на вот эти тратки. Те, чье спасение мы жаждем. Бог будет работать с их сердцами, если мы обратим его внимание на этих людей. Понятно, что они все есть в его сердце. Но если мы за них молимся, то, конечно, многое может усиленная молитва праведного. И есть такая статистика, если за человека молиться 90 дней подряд, он приходит к покаянию. Есть такая статистика. Потому что молитва работает. Молитва это отличное... Ты знаете, что такое молитва? Молитва это диалог сына с отцом. Или дочери с отцом. Если мы каждый день будем о чем-то говорить, в конце концов мы склоним человека на свою сторону. Человек создан по вопросу и подобию Божьему. Если с Богом об этом говорить, Бог начнет там действовать. Это истина, которую говорят сегодня в мирских коучингах. И я ее употреблял всегда. Куда направляется внимание, туда направляется энергия. И там создаются результаты. Это очень важный момент. И нам не нужно сразу иммунизировать сотни, тысячи толпы, автобусы, стадионы. Нам нужно в каждую единицу времени говорить с одним человеком. Одна единица времени, один человек. То есть выберите себе одну единицу времени. Месяц, день, неделя. Один человек познакомится, подружится с новой семьей. И представьте себе, что если вы будете находить, каждый из нас будет находить одну семью в один месяц, с которым мы познакомимся, и просто начнем дружить. К концу года в нашей церкви появится у каждого 12 новых семей. Представляете? 12 новых семей. Это уже фактически домашняя группа. Полноценная. Дальше. Убедительная просьба этих людей не приглашать сразу в церковь или на домашнюю группу. Еще раз говорю, это пугает. Это людей пугает. Люди боятся слова церковь. Тем более здесь, в Израиле. Нужно учитывать специфику. Иисус сказал, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Давайте отдавать себе отчет в том, что слово церковь у евреев вызывает не очень хорошую ассоциацию. Можно говорить общийно, можно различным способом веровать. Я никогда не стесняюсь говорить, что я пастор церкви. Но приглашать людей в церковь, прям как познакомились и услышали, ой, у тебя голова болит, давай приходи к нам в церковь, помолимся за тебя. Во-первых, вы можете помолиться на месте. У вас есть та же власть, что и у церкви. Поэтому вы можете помолиться на месте, но не надо их только просто дружить. Дружить, заводить с ними взаимоотношения. Это очень важный момент, потому что если в церкви нет между нами взаимоотношений, то никто никуда не придет. Знаете, я покаялся 6 лет назад, потому что у меня были взаимоотношения с двумя людьми, которые в этой церкви были. Пастор церкви и его помощник. У меня с ними были взаимоотношения. Они никогда не проповедовали мне Евангелие, ни разу. Но у нас с ними выстроились очень теплые дружеские отношения. Из 10 лет, то, что я знаю, например, пастора Элизеров, я вот 6 лет назад покаялся, 4 года, я знал, что он пастор церкви, я знал, что он христианин. Но никогда мне ничего не проповедовал. Он просто показывал, как он живет. Он просто говорил со мной, помогал. С ним было приятно пообщаться. Если нужна была какую-то помощь, там, судьба духовная. Да, он всегда... Но никогда ничего не навязывал. И именно это повлияло на то, что, когда я пришел в церковь, я покаялся. Это одна из причин. И куда да стоит приглашать людей, это на наши проекты. И об этих проектах мы сегодня поговорим. Один из этих проектов – это женское служение, которое мы сейчас начинаем разрабатывать. Первое, можете себе записать дата, будет 8 марта. Случайно так совпало? Ну, что женское служение будет 8 марта. Мужчины, не расстраивайтесь. У нас будет параллельно проходить свое собственное служение. Мы сюда женщин отправим, а у нас будет свое служение. Да, конечно. Они тут вот тортики, печеньки кушать там всякие, рюшечки, цветочки, а мы будем шашлыки. Просто брутально кушать шашлыки. А? Нет. Вы уже выбираете. Либо вы женщина, либо вы шашлыки кушаете. Вообще, 8 марта женщины должны быть с мужчинами. Это потом. У нас полдня женщины будут с мужчинами, а потом полдня мы разъедемся, каждый будет заниматься собой. Далее. Есть еще один проект, о котором мы сегодня поговорим. Он называется «Альфа-курс». Это значимое мероприятие. Я считаю, что это одно из самых актуальных на сегодняшний день мероприятий. Альфа-курс – это инструмент евангелизации, который мы решили взять на вооружение. Он состоит из семи встреч. Там будет все очень просто. Кто был, наверное, на Альфа-курсе? Проходили? Ну, да, есть люди, которые проходили Альфа-курс. Так вот. На этот Альфа-курс мы приглашаем людей, которые хотят поближе узнать Бога. Мы не говорим сейчас о христианстве, мы не говорим сейчас о Духе Святом, мы не говорим сейчас о хрещении, мы говорим, хотите поближе узнать Бога, познакомиться с тем, что такое священное писание. Это то место, где можно об этом поговорить. Там можно говорить все, что вы хотите. То есть, хотите – защищайте Библию, хотите – опровергайте Библию. Это важно. Там полная свобода действий. Но мы будем обсуждать, и мы будем подводить людей к тому, что Бог в их жизни может заполнить гораздо больше, чем они думают. И в их жизни начнет получаться больше, чем они думают, если они будут это делать с Богом. И об этом мы будем там говорить. Атмосфера абсолютно домашняя. Мы, естественно, найдем финансирование на это, потому что здесь нужно будет накрыть столы. На этих столах должно быть угощение, люди должны прийти в домашнюю атмосферу. Эта встреча занимает два часа. За эти два часа мы общаемся, встречаемся, общаемся, едим, смотрим видеоролик продолжительностью 20 минут, а потом обсуждаем его. То есть, фактически, альфа-курс может привести любой человек из здесь присутствующих. Здесь не нужно быть великим оратором или проповедником. Мы просто даем людям почву для размышлений. И, естественно, люди, которых мы пригласили сюда после альфа-курса, они проходят раз в неделю, можно с ними созвониться. Это те люди, с которыми у нас же есть взаимоотношения. Они все равно, у них появятся какие-то вопросы. Нам нужно научиться, а единственная одна вещь, которую я могу научить вас уже отдельно, ждите вопросов. Просто ожидайте вопросов. Потому что очень много раз встречаются такие вещи, когда мы приходим к людям, у них вопросов нет, а ответы мы им уже даем. Это не работает. Они пролетят мимо ушей. Поэтому нам необходимо к этому относиться именно как к способу обсуждения того, во что мы верим. И они фактически, они не нас отвергают. Нам не надо говорить, если они сказали, нет, мы в этом не хотим. Они не нас отвергают. Они отвергают то, что мы предлагаем. Это их, это не наше. Но с ними мы продолжаем дружить. Понимаете, да, о чем я?